Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Цирк Конечно Фокусников Конечно А никогда не пыталась сама какие-то фокусы повторить? Конечно, пробовала Пробовала И в детстве, и позже И как? Ну как, во-первых, прикольно, согласитесь, хочется Хочется удивить Получалось Получалось Вот видишь, получается, что есть фокусы, которые описаны, как они делаются. Ты берешь, повторяешь, у тебя получается. Но этому надо научиться. Ловкость рук, никакого мошенничества. Получаются простые, правда? Простые. Но в любом случае, осознать свой фокус. Вон Дэвид Копперфилд, сколько он фокусов создал. Удивительная иллюзия. Иллюзионист. Да. И в то же самое время, если мы зайдем в психику, то там все аналогично. Все построено на иллюзии. Казалось бы, вот ты разгадал, как строится иллюзия. Вот все. Можешь расписать, даже расписал, раскрыл фокус. Вот так строится иллюзия. Вот так будет создаваться реальность в твоей психике. Вот уже все. Это кажется понятно. И ты можешь любому человеку разложить, где ложь, где подмена. Почему именно такие события происходят в его жизни. А при этом интерес теряется. Теряется интерес. Фокус разгадан. Тогда нет смысла жить. Или как он там, да. И ты втыкаешься в то, что ты потерял смысл жизни. А что дальше? А что дальше? И потом следующий шаг ты тогда втыкаешься в следующий шаг. Если ты остаешься жить в этом теле, и тебе надо жить дальше, да. Ты определяешь это, ты выбираешь это. Тут надо создавать новый фокус. Новый. Совсем новый. Потому что если ты тупо будешь повторять старый, то ты будешь на тех же граблях, которые ты только что разгадал. И видишь, как они устроены. Ты сделаешь тот же член, только вид сбоку. Вот, кстати, это да. И это неинтересно. На самом деле это неинтересно. Да. Знаешь, когда один фокус получился, прикольно, допустим, получился, имеется в виду копирование. Ну, то есть, повторил, да. Расшифровал его и повторил. Второй, третий, а потом все, исчезает. Желание исчезает. В том-то и дело, что получается, что либо ты создашь что-то новое, либо ты идешь копированием. Вот посмотри религии, они все копированием. Сколько бы стеба не было в них заложено, но они все копированием. Все вот одна под одну под гребенку. И стеб там виден, и все. Даже вот на определенных уровнях ты чувствуешь вот этот надрыв иллюзиониста, который все это закидывал, и он заведомо знал, как это будет переврано, и он заведомо знал, чем это закончится. Он заведомо стебался, и даже слова в языке закладывал соответствующие, даже поклонения эти, вот как лингаму это поклонение и так далее. Вот за что ни возьмись, все по приколу. То есть тот, кто закладывал информацию, он знал, что иллюзия дальше пойдет. Но весь стеб в том, что если тебе неинтересно, то ты засыпаешь, уходишь в игру и выключаешься, и играешь в этой циклической ошибке из жизни в жизнь, и страдаешь, и мочаешься, и все по новому кругу. Один и тот же фокус получается. Один и тот же фокус получается, и ты в нем барабанишься, как белка в колесе. Одна и та же иллюзия, один и тот же фокус. И ты просто, да, ты как в воронке. Да, вопрос, как это изменить, как создать новый фокус. Во что играть будем, товарищи? Это настолько вообще удивительно. Ну, во-первых, прикалывает то, что фокус разгадан. А вот следующий шаг. Дальше выбор. Либо основа копирования. И под то же самое идешь к ребенку. Либо создается что-то новое. Как создавать новый вопрос? Как ключевой? Какой фокус можно создать другой? Какая другая иллюзия будет? Но до конца, пока не поймешь, каким образом работают переотражения, именно как строится вот этот фокус. Ты не можешь создать новую иллюзию. И опять-таки, если ты садишься тихо сам с собой, создаешь, то твое эго начинает иллюзорно раздуваться, твой разум отключаться. Программа ума увлекать, выигрыва, власть. И все, и ты автоматически уходишь в копирование. И это автоматически, все автоматически. Вот этот автоматизм человеческий, над которым степ идет в иллюзии. Но при этом ты же его отключить не можешь до конца. Казалось, я уже такой, я уже не автоматически. Нифига. Все равно, как только идет потеря, обрубание интереса, хлоп. И ты в автомате. Да. Игра, в любом случае, игра – это иллюзия. А в любом случае, иллюзия – это фокус. Если разгадан фокус, нужна следующая иллюзия. Иначе, получается, закрытый, как-то занавес закрыт, погасли свечи. Да, театра нет. Театр. Ну, окончен, да. Спектакль окончен. Ну, тогда смотри. Тогда создание следующей иллюзии возможно только с опорой на зал. Конечно. Внимание. Но этот зал – это не стадо людей с отключенной программой ума, и не осознающих строиться иллюзия. А именно опора на людей, которые профессиональные фокусники. И вот профессиональные иллюзионисты, профессиональные фокусники, глядя из зала, они говорят, вот здесь нет, вот здесь да, вот здесь вот это да. А давайте. И тогда пошла игра переотражений. Но в любом случае надо сперва, чтобы все осознавали, как строится фокус. Нет, я не имею в виду сейчас коллективное, я имею в виду... Я тебя поняла, я ловлю... Ограниченное количество лиц, которые... Ограниченное. ...понимают, как строится иллюзия. Те, кто из зала, говорят, да или нет. Очень много вопросов еще к осознанию. Но то, что... Уже осознаем конкретно. Если фокус разгадан, то на этом нельзя останавливаться. Если фокус разгадан, то можно использовать эти знания на то, чтобы... Создать новый фокус. Создать... Новую иллюзию. Хотя бы старую иллюзию, но в новых декорациях. В новом ключе. Вот, например, человеку пришла боль, да, болезнь. Ты можешь использовать эту болезнь для того, чтобы изменить начинку и создать другой игровой мир. Человек играет, познает все то же самое, но уже не через болезнь, а через другие декорации. Точно так же, как фокусник иллюзионист, он показывает. Ложится, допустим, человек в ящик. Он его распиливает, раздвигает. Где человек? То есть уже вроде как мертвый. Тут опять сдвигает. То есть, смотри, как ракурсы. Направление внимания. Внимание. Да, и игра уже пошла по-новому. Управление вниманием. Управление восприятием. Ценность фокуса внимания. И полное сознание тогда, что есть Бог. Опять-таки, не что я есть. Вот как этот вопрос, кто я есть, да? А втолкнулись, никто есть, что я есть. И точно так же, никто Бог, что Бог. Понимаешь, вот это подосновы, когда тебе же ответы на вопрос приходят как озарение. Все, тв-двух, ты знаешь, что это так. И когда ты это осознал. И когда ты это осознал, ты можешь дальше уже двигаться, исходя из этих осознаваний, как опора на то, что ты знаешь. И тогда Бог не отворачивается от тебя, потому что это плод твое создание. Ну вот, это все переотражение, блики. Ты знаешь, вообще все, что касается фокуса внимания и управления, раскладывания иллюзий, это невероятно интересно. Я когда-то зацепилась за книгу Ричарда Баха «Иллюзионист». Она произвела на меня впечатление, потому что она написана правдиво. Правдиво и захватывающе. И захватывающе. Увлекает, да. Но там не разложена, да как же эта иллюзия. Вопрос «как» остался за бортом. И ответ на вопрос «как» мы искали больше пяти лет. Сегодня мы можем ответить на этот вопрос «как». Да. Более того, мы это не просто можем ответить, мы это расписали в книжке «Учебник иллюзиониста». И вот после того, как расписали, поставили жирную точку и сказали, что эта книжка будет дариться. Потому что там расписан фокус. Величайший фокус. Но книжка не закончена, потому что надо создать новый фокус. Потому что создать, да. Без создания нового фокуса это опасно. Во что играть будем, товарищи? С кем играть будем, товарищи? Как играть будем, товарищи? Как будем играть, товарищи? На самом деле ключевое. Как? Да ты знаешь, еще и вопрос, как научить видеть иллюзию того, кто ее не видит и не осознает. Я не имею в виду всех подряд. Нет, большинство людей, которые будут смотреть этот ролик, вообще не поймут, о чем мы разговариваем. Слова как отдельные бусины. Почитайте Ричарда Баха. И почитайте с восприятия, что мужик не врал. Иллюзиониста Ричарда Баха. Мужик не врал. На самом деле это иллюзия. И в зависимости от того, как вы воспринимаете, как вы управляете своим восприятием, так реальность меняется в вашей голове, так меняются ваши психические способности. Но это не бывает вот так. Для того, чтобы этим начать управлять и осознавать эту иллюзию, надо пройти достаточно большой трансформационный путь. Да. И увидеть действительно, как эта реальность строится в вашей голове. В вашей голове не останется места объективным. Потому что все, что вы вынесли в объективное, начинает определять вашу реальность в автоматическом режиме. И вы уже не управляете иллюзией. Вы уже в режиме зависания. Вы уже ожидаете его во сне. Да, в фокусе. Вы уже в фокусе. Вы смотрите фокус, который неосознанно создали сами. Либо вам этот фокус, как элементу коллективного, предложил тот, кто осознает, как она строится. И тогда вы играете в те игры, которые навязаны человечеству. Под названием религия, Рокфеллер. Многие другие. И точно так же осознается, как работает магия. Она действительно работает. Да, магия работает. Но только она всегда, абсолютно всегда идет на разрушение. Точно так же, как и религия. Магия от религии ничем не отличается. Ничем. Вообще ничем. Даже внешне. Ты знаешь, меня все время удивляло, когда вот ты даже внешне возьми и сравни. Вот ты приходишь к магу, те же самые мерцания, те же самые запахи, те же самые звуки, те же самые общения. И ты приходишь в церковь. Все то же самое. Один в один. Даже декорации одинаковые. Только одна – это хорошо, другая – это плохо. Ну, это же очевидно. Ну, слушай. Если ты еще чуть-чуть гипноз поизучаешь, то ты увидишь, что там все в гипнозе, все во сне. Ты засыпаешь, отключи сознание, спи, и все. И пошли переотражения. И ты не контролируешь эту иллюзию, ты не создаешь иллюзию. Ты полностью проваливаешься в чужой сон, навязанный тебе. Вот и все. Это одно и то же. А вот вопрос, как проснуться, для того, чтобы увидеть и понять механизм, как ты создаешь эту иллюзию. Один момент – понять механизм, как ты создаешь иллюзию. А второй момент – научиться ее создавать. Это разные вещи, потому что точно так же, как фокусник. Вот ты видишь, вот он показывает фокус. Ты понимаешь, что это фокус. Дальше ты берешь расклад, как этот фокус делается. И дальше тебе надо научиться создавать фокусы, такой же повторить, а потом по аналогу сделать свой. Но не скопировать, а создать новый. Вот в этом задача, на опыте. То есть здесь ключевая точка – опыт, собственный опыт. Потому что если у тебя нет опыта, ты ничего создать не можешь. Ты на чужом опыте создать не можешь ничего. Да, при этом даже зная уже, как фокус, как эта иллюзия создалась, как она создается, ты все равно, чтобы тебе даже повторить ее, тебе надо это отработать. Видишь, понимание и осознание заканчиваются на иллюзионисте. А создать фокус – это уже создатель. Это уже другая. А создатель только на опыте. Где ты наберешься опыта? Только работая с другими людьми, с коллективными. И на самом деле это правильно. То есть, ну в смысле правильно, оно точно так же и в жизни по подобию. Возьми игру в шахматы. Да, вот. Точно так же. Да. Пока ты не сыграешь тысячу партий, ты не научишься. И ты не будешь знать, вот тебе делают ход, а у тебя уже вся, 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 все уже дошло, и ты знаешь, чем закончится эта игра. Ты наперед знаешь все ходы, какие, как вот из этого хода. Какие могут быть варианты из этого, какие варианты. Да, это так. Да, ты наперед знаешь, чем закончится твое действие. Да. С шахматами так, и точно так же с фокусом. Ловкость рук. Пока ты не отработаешь эту ловкость рук, ты будешь долго, тысячу раз знать, как этот фокус сделан, но при этом пока ловкости рук не отработаешь, фокус у тебя не получится. Потому что... А значит, не получится и полный фокус. У тебя есть опыт, и на основании опыта ты делаешь следующий шаг. Создатель идет только через опыт. И смотри, сколько консультаций мы отработали, сколько болезней было в нашей жизни, сколько подсознаний мы вычутили. Да? Ведь огромное количество людей. И в какой-то момент стали понимать, что абсолютно всю работу мы вели с собой. Теперь нам не надо проживать аналогичные жизни, аналогичный опыт. Мы его просто изъяли в виде осознания при работе с этим человеком. Для этого нужна была эта работа. Тысячи жизней прожили за пять лет. За пять лет. Да, да, да. И получается, этот опыт вошел в наше подсознание уже как опыт. И опираясь на него, можно делать следующий шаг. Следующий шаг, во-первых, хватает ресурса, чтобы взять осознаваниями, как строится иллюзия. Во всяком случае, видеть момент запроса именно такого сюжета, ловить этот мячик, да, и дальше трансформировать в то, что тебе нужно. Вот этот момент сейчас надо закрепить через опыт. Поэтому, ну, мы закрепим его через опыт на курсе. Вот на ближайшем. А потом, я считаю, что будет преступлением, если мы не полностью не выдадим записи через состояние, алгоритм построения иллюзий, полностью по шагам, и дальше не дадим возможности оттренировать это все друг на друге, на каждом человеке, кто будет участвовать в курсе фокуса иллюзиониста. Когда это будет понимание фокуса, это будет осознание фокуса, и это будет первичная наработка опыта. И у нас появится коллективное, благодаря которому можно будет пробовать создавать следующую иллюзию. Сознанно. Но во всяком случае пока видится так. И мы эгоистки. Опять мы курс делаем для себя. Потом его закроем, и все, те, кто был, у всех останется в записи. Я сегодня его вкинула в расписание. Но дать этот материал надо. Ну да, кто возьмет суть на этом курсе, конечно, кто сможет взять эту суть. Ведь на самом деле, смотри, кто сможет взять, смотри, осознание, осознание, они дают не опыт. Нет, конечно. Они дают, ты осознаешь суть, как это работает, а дальше твои действия, твои действия, вот точно так же, как мы сейчас с тобой осознаем, насколько любое, даже наше слово, мысль, насколько она рабочая, но только она в автоматическом режиме рабочая. А когда ты ее ловишь как мячик и понимаешь, что ты не пропустил удар в свои ворота, то это ручное управление. Это ручное управление. Вот даже ты когда сказала... Но тогда даже возможности ты можешь видеть. Конечно. Это тоже момент работы с возможностями, это тоже сюда войдет, как ни крути. Вопрос, как работать с возможностями, что человек будет видеть, что будет вкладывать в эти понятия, в работу с возможностями. А ведь согласись, насколько важно, чтобы уровень развития сознания у человека, который возьмет эту суть, был высоким. Да. И это важно. Это ключевое. Это ключевое, потому что ты даешь гранату. Гранату, да. Либо ты даешь, да, ну, граната, которая... Вообще смотри, каждый шаг, когда мы углублялись на эти уровни, каждый шаг, когда мы проходили глубины психики, мы понимали, что мы даем гранату. Ну, граната есть, давай прочувствуем, что какие концы у гранаты есть. Вот мы сегодня с тобой в бункере были. Кстати, тоже, да, ядерный взрыв. Ядерный взрыв, да, бункер 42. Бункер 42, да. Это, вот смотри, граната, граната может нести разрушающую силу, а может нести, что вот так же, как мы сегодня в бункере были, сила, которая сдерживающая разрушение. Да. А если сдерживающая сила разрушения, то есть... И сила, служащая миру. Вот та же самая ракета, созданная Королевым. Для того, чтобы она же сначала была в военных целях создана, потом она служила в мирном космосе. Ну, военные очень много разработок делали, которые служат сейчас миру. Хотя фактически эти разработки делались для войны. Оно все всегда так в зеркале. Вот ты подходишь к зеркалу, есть первоисточник, есть отражение. Но мы привыкли играть с отражениями и упускаем первоисточники. А на самом деле и первоисточники, и переотражение появляются благодаря иллюзионисту. Конечно. А он спрятан. Типа есть только два. Нет. Нет, есть сам фокусник. Есть сам фокусник. Так смотри, а далеко ходить не надо. Возьми нож. Ножом можно резать пищу, овощи, фрукты, мясо, а можно ножом убивать. и все зависит от чего? От уровня развития сознания. Да. В руках которого этот нож. Ну, понимаешь, вот мы залезли, мы это видим, мы осознаем, как это работает. Что с этим дальше делать? Ну, как что? Вот я не знаю, у меня пока больше вопросов, чем ответов. Единственное, что какое-то внутреннее чувство самосохранения или в глубины какие-то внутренние знания, может, как опыт, они говорят, вот это должно быть записано, и это должно быть передано, чтобы были те, не только ты, кто это осознает. осознает. Это небольшой круг лиц, но они должны быть. То есть вот это, вот это идет, как знание изнутри. И иногда даже это останавливает, потому что вдруг это и есть копирование, и ты автоматически на этом влетаешь в циклическую ошибку. Может, это автомат? Ты можешь ответить себе на этот вопрос, что ты это знаешь 100%? Я тоже не могу. Может быть, с тем, что вот мы привыкли, как те червячки, что взяли, то выдали, да? А это и есть опять же ошибка. Да, может, мы сейчас подошли к тому моменту, когда ты просто дальше вползаешь, и ты тогда будешь ровно так же повторять все, что уже было. и тогда пойдет новая игра, но она идет по такому же сценарию, только, ну, я говорю, это тот же член, только ведь сбоку. Вот как лингам теперь будет перевернут, и это будет называться не лингам. Блин. Что-то у меня даже образ пришел, я думаю, может, я зря сейчас так ляпаю. Никогда не смотрела под этим углом. Она говорит, так же? Да, и так, к чему вы пришли с тобой? Отдаем, сейчас отдаем то, что мы разложили. Вот это мы отдаем. А дальше я предлагаю вот четко с теми, кому отдаем, пробовать создавать новый вариант. Надо искать другое решение. Другое. Мы найдем его. Другая иллюзия должна быть. Мы найдем ее. Повторение это слишком просто. повторение уже очевидно. Тогда даже не надо задумываться, что делать. Просто садись и копированием фигач и играй в следующую религию. Смотри, мы вошли когда-то в Зазеркалье. Ну? Потом мы вышли в Зазеркалье. А сейчас снова входить в Зазеркалье. Только уже снова игру. Мы на каждой консультации входим и выходим. и не один раз. То есть уже мы столько раз ходили и выходили. самое главное, что вот смотри вот даже блин, ну камера работает. Ну ладно, работает и работает. Вот мы отлавливали, да, есть люди, которые хотят, ну вот там две сидят и я там повоздействую. Да, мы отлавливали вот это и вот давеча ловили опять-таки эти вот обрядовые штуки. понимаешь, вот у нас это вызывает смех, да, и мы это абсолютно так спокойно убрал, поблагодарил, закрыл. И ты даже не обращаешь на это внимание, потому что у нас нету мыслей, меня там изводят, мне там вред пытаются причинить. ты у себя закрываешь так, какой у меня был запрос, у меня там где-то был наверное страх или у меня там не зачищена до конца грязь в области магии, или у меня там не до конца зачищена грязь в области религии. Ты ведь даже на внешнее не выносишь это ты сразу, это у меня не зачищено, да, я это убираю, вместе с этим выкидываю все, и это как сгуся вода с тебя, да, стекает и все, потому что ты с собой работаешь. И только благодарность. И тогда просто благодарность этому зеркалу, которое вот сейчас подсветило, что подожди, вон там пятно у тебя на заднице, да, и все прекрасно. Вот, и мы уже привыкли так жить. Но это одно дело, другое дело, что ты это отлавливаешь, и ты это зачищаешь, и мы так уже много лет жили под дожди. А другой момент, теперь ты отлавливаешь себе, что тебе интересно, и набрызгиваешь эту грязь, которая тебе нужна, чтобы появилась та картинка, которая тебе нужна. Как набрызгивать будем? В другую сторону смотреть надо. Как иллюзию создавать будем, а самое главное, что создавать? Что мир, дружба, жвачка прекрасна. Все создается из искреннего интереса. Абсолютно все. Дальше. Дальше. Что будет дальше? Ну вот посчитать библейские эти заповеди, вот это все игры, в которые играет человечество. Они расписаны в нашей книге «Инфодаймг надсознание, инфодаймг подсознание». Мы там все очень подробно расписывали, все эти игры, которые как, где и что там, как строиться. но это уже игры отыгранные многократно. Пережеванные, пережеванные. Новый тор, как играть будем. Это очень интересно. И знаешь, вот уже в этот момент хочется сесть за один стол с иллюзорным коллективным вместе на бумажке разрисовать, какую игру будем играть товарищи. И поехали, используя сознание. У кого какие идеи есть. Потому что реально даже вот смотри, последнее то, что нам пытаются развернуть нас и создайте нам систему, чтобы мы тупо повторяя становились вашими учениками, потом вашими учителями, вашими там и выстраиваем систему бизнеса, все получается новой религии. Да? Это уже пройдено не один раз. Не об этом? Нет, не об этом. Не хочу новую религию, не хочу прийти. Не хочу пора вырасти, пора уже выйти за пределы этой игры, которая, но только выйти не через обрушение цивилизации, то есть полностью закрытие игры, не заново, а именно пора вырасти вот в жизни, не теряя ее. Да? В любом случае иллюзию, фокус надо разложить по пунктам в чистом алгоритме и оттренировать, научиться его видеть в каждый момент, как ты его создаешь, не вынося ответственность, не создавая объективную реальность. Вот это задача номер один, без нее двинуться в путь невозможно. Вот эту задачу мы закрываем, а дальше продолжаем висеть над вопросом во что играем, товарищи? Во что играем, Наталья? Во что играем, именно? А вот это уже интереснее. Во что будет играть Абсолют? Абсолют? Абсолют, ты во что играть будешь? Вон третий сидит. Ну это же третий как раз Абсолют да? И смотри, он в тени сидит там где-то сврятался. Иллюзия. Тут две сидят байки бают, да, а он в тени его типа тут нету, но при этом он сидит и смотрит, да? и кайф и кайф ловит. Но при этом он наше создание. Ну конечно он наше создание. А чьё он создание? И наше, иначе не было бы вообще этой иллюзорной игры. Прикольно? Вот именно так игра и строится. Вот оно, что первичное? Яйцо или курица? На самом деле. А это все, А что такое абсолют? А хрен его знает. Фокус внимания. Фокус внимания. Итак, господа, если вы с нами, то фокус иллюзиониста мы раскладываем с какого? С 20? В конце января. В конце 23 января. 3 дня. 3 дня мы раскладываем полностью фокус, как он строится, как он делается, и тренируемся друг на друге, для того, чтобы получился опыт. Без опыта нет дальше движения. Вот как только у нас есть полностью понимание иллюзий, построение иллюзий, построение фокуса и опыт, следующий шаг мы можем делать уже на осознанное создание. Вот эти варианты, что я создаю красненькую машинку, а потом она вдруг превратилась в зелененькую, и это не машинка, а велосипед, но все равно это создала я, это уже не прокатывает, да? Объективной реальности места уже не находится. и при этом она полностью создана вами, и она есть, ведь в нее играет коллективная, а власти нет, а интерес есть, а степа есть. прикиньте, это совсем другие состояния сознания, и к ним надо прийти, и к ним приходишь только абсолютно искренним, в искреннем интересе. А завтра мы ответим на все ваши вопросы вживую, глядя друг другу в глаза и видя, идем мы дальше вместе или не идем. Завтра на встречи в Москве. До встречи.